Вася, что это? Где? Это? Нет! Это! Итак, всем доброго времени суток, мои паяльщики и паяльки, с вами снова я, Дэвил Байт и сегодня мне пришел наконец-то мой дозатор паяльной пасты и я хотел бы сегодня с вами его распаковать, чтобы проверить качество и комплектность этого устройства. Давайте его встроим и посмотрим, что внутри. Внутри у нас вот такая вот картонная коробка, написано дозатор клея, контроллер дозирования, если я не ошибаюсь, если мои знания английского хоть чего-то стоят. Итак, давайте посмотрим, что внутри. Вася, смотри, какой красивый, маленький такой. Итак, какая-то шланга, ее рассмотрим чуть позже. Давайте посмотрим на сам дозатор. Качество дозатора гораздо выше, чем я ожидал. Просто в свете тех видеороликов, которые мне все-таки удавалось найти об этих дозаторах в интернете, все говорили, что они собраны с какими-то щелями, зазорами, скрипят, репят. Здесь не работают кнопочки, хотя они здесь все работают. И, в общем, качество очень убого. Но здесь, как видите, качество вполне на высоте. Сейчас я покажу его поближе. Вот передняя панель, верхняя панель, ну и снизу. И вот задняя панель. Разъем для подключения воздуха. Это что за переключитель, я пока не знаю. Это для подключения кнопки, ну и, соответственно, разъем питания. И даже пломба есть. Так, давайте поговорим о нашем дозаторе. Это дозатор под названием ВБП-983А. И давайте поговорим о некоторых его технических характеристиках и возможностях. Значит, китайцы позиционируют его как автоматический клеевой дозатор, дозатор паяльной пасты и прочих текучих и вязких жидкостей. Что они о нем пишут? Они пишут, что дозатор имеет цифровой таймер. Плюс возможность повторения цикла по кругу. У нас написано, что дозируемыми материалами могут быть паяльная паста, клей, всякие клеевые составы, лаки, силиконы, цианокрилаты. Это цианокрилат, для тех, кто не знает, это один из составляющих суперклея. То есть, чистый цианокрилат, он склеивает практически моментально всякие анаэробные и ультрафиолетовые жидкости. Так, и что он может, этот прибор? Может он... Можно настраивать выборочно время дозирования, то есть время цикла, когда вы зажали кнопку и цикл идет определенное заданное вами время. Есть в комплекте ножная педаль. Работает также здесь эжектор для создания обратного разрежения, чтобы сбросить лишнее давление в шприце, чтобы ваша паяльная паста, там клей или что вы дозируете, не продолжал течь после того, как вы отпустите кнопку. Здесь написано, что в набор входит полный комплект аксессуаров. Режим установки таймера может быть от 0,01 секунды до 99,99 секунды. Также можно установить время повторения цикла от 0,1 до 9,9 секунды. Также можно подключить к нему ножную педаль и написано, что требуется компрессор не менее полутора лошадиных сил или больше. Размеры данного аппарата составляют 23,5 на 20,5 и на 6,3 сантиметра. Питается он от 220 вольт. Внутреннее напряжение составляет 24 вольта по стоянке. Входящее давление должно быть 70-100 PSI. Выход регулируется от 1 до 100 PSI. Вес 3,5 килограмма. Давайте подробнее рассмотрим переднюю панель данного прибора. Кнопка включения, кнопка SHOT. То есть даже если у вас не подключена кнопка сзади или педаль, то вы можете использовать эту кнопочку. Установка времени цикла задается таким образом. Здесь она будет отображаться на цифровом дисплее. Это интервал между циклами. То есть вы задали, например, длительность цикла 6 миллисекунд и вам нужно, чтобы он повторялся, к примеру, каждую секунду. И вы просто удерживаете кнопку и каждую секунду вот этот вот импульс повторяется. Значит, ручка регулирования давления больше-меньше. Ручка регулировки вакуума. Для чего нужен вакуум? Как я уже говорил, это для того, чтобы создавать эффект обратного разрежения, чтобы сбросить излишнее давление в шприце. Тогда ваша жидкость не будет течь. Для чего нужна регулировка вакуума? Потому что жидкости есть разной консистенции. Густые, не густые и так далее. И чем гуще жидкость, соответственно, тем больше разрежения нужно создавать. Вот для этого служит эта регулировка. Выход для подключения картриджей. Точнее, трубки с адаптером и к ней картриджей. Так, ну, на этом, пожалуй, все. Давайте посмотрим, что у нас там дальше в коробке. А в коробке у нас следующее кусочки какого-то пенопласта непонятного. Давайте я это все просто выложу и будем по чуть-чуть рассматривать. Ой, как много, слушай, вещей красных таких. Оп! Подставочка, шмачтавочка. Итак, значит, добрый продавец-китаец положил нам вилку и положил к ней адаптер. За что ему, конечно, спасибо. Но таких шнуров сейчас можно купить в каждом магазине с нормальным разъемом. Но пригодится. С этим понятно. Дальше это подставка под адаптера. То есть, вот он адаптер 30 кубиков. Не пользуйтесь, установили вот так чик. И когда нужно, вы можете его легко достать и воспользоваться. Здесь, к сожалению, всего лишь два отверстия. Это под 30-ти кубовые картриджи. И под, не знаю, наверное, это кубиков 10. Под 10-ти кубовые. Все, подставка металл. Кстати, корпус на самом приборе тоже металл. И вполне себе такой неплохой, я вам скажу. Ну, это поршни для адаптера. Ой, прошу прощения, для картриджей. То есть, вы заливаете сюда, закрываете отверстие. Заливаете сюда жидкость, которая вам нужна. И вставляете вот таким вот образом поршень. Так, ну, зря я это сделал. Потом его нужно чем-нибудь тонким вытолкнуть с обратной стороны. Значит, в комплекте также идут два вот таких вот адаптера по 30 кубов. Чем примечательны адаптеры и вообще все, что продается на Али в подобных картриджах. Это то, что у этих картриджей есть резьба, которую можно и нужно вкрутить вот такую вот иглу. Иглы тоже продаются абсолютно разного диаметра. Зачем это нужно? Так как давление большое и может достигать 8 атмосфер, то иглу запросто может сорвать. Ну, и есть жидкость, которую вы просто-напросто не сможете дозировать руками. Во-первых, потому что все время будут подтеки из-за избыточного давления, которое скапливается на поршни и на самой жидкости. Ну, то есть, будет создаваться инерция. Вот, и... И, блядь, что я там пиздил? Короче говоря, охуенно полезная вещь. Эти иглы. Вот так. Картриджи в сторону. Нет, один оставим. Значит, вот такой вот... Вот такой вот, блядь, адаптер. Адаптер. Фишка, значит, адаптера в чем? Что он одевается на шприц. И можно смело дозировать ручками. То есть, в целом это, как бы, довольно удобно. Вот. Вы нанесли и дозируйте. Соответственно, ножная педаль. Если у вас заняты руки, к примеру, или вам неудобно использовать подобную приспособу, то можно всегда использовать педаль. Значит, что педаль, что сама кнопка подключается с помощью вот такого вот... С помощью вот такого вот мини-джека, или это джек три с половиной, хуй знает, пишите в комментариях. Так что, переделать, удлинить там кабель вообще не составит никаких проблем, так как этих разъемов тоже куча. Адаптер. 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 Продолжение следует...